алло да а вот и чё там делаешь да я занят играю в этот doom ну ё-моё я хотел тебя позвать на покатушки не у меня катка жесткая ну ладно ок по статистике 90 процентов мужского населения играющую в игру by sims скрывает тот факт что они в нее играют а знали ли вы что великом и огромном мире by sims и сюжет и своя история знали ли вы что в каждом новой части существуют семьи которые присутствуют во всех частях и как бы вы не строили их судьбу разработчики уже создали им историю а знали ли вы что счастье 8 взаимосвязаны между собой они имеют тайны и разгаданные убийства версии догадки эта рубрика в лаборатория и сейчас мы поговорим обо всем этом и узнаем что by sims это намного больше чем просто симулятор вашего бедного сима by sims тайны и секреты вселенной видео довольно большое поэтому в описании смотрите время основных загадок и тайн в мире by sims давайте для начала рассмотрим хронологию событий во вселенной by sims так как самая первая игра вышла в 2000 году мы и так и обозначим допустим что действие игры by sims происходит двухтысячном следовательно действие игры by sims 2 происходит в 2025 году а события игры by sims 3 происходит в 1975 а где же by sims 4 к сожалению официально разработчики заявили что события игры происходит в альтернативной реальности четвертая часть не связана с остальными тремя разрыв между частями довольно существенный можно представить что мир by sims очень медленно развивается в плане технологий но очень активно развивается в плане отношений событий связанных с самими симами и теперь мы рассмотрим основные тайны и загадки в этой вселенной рассмотрим одни из самых популярных историй тайны исчезновения был и год дон и его путешествие во времени гертруда и ее убийство тайны семьи луи ландград и их богатство загадочные смерти в финнбурге то такая лолита год семья ремингтон одна из самых популярных тайн в мире was sims история белый год эта история берет свое начало 8 3 в городе сансет вэлли и было живет со своей семьей отцом шимусом и матерью джокаста а также своим братом майклом было было еще ребенком уже тогда она встретила свою будущую любовь моти мэра в то время они были лучшими друзьями была отличной ученицей хорошей дочерью и одевалась лучше всех во всем городе уже тогда она имела готичный образ жизни это проявляется в ее личной комнате возможно склонность готики влияла на ее симпатию к морти мэру была счастливец и храбрая и добрая сам же морти мэр тоже жил в этом городе со своими родителями гунтером и корнелий а также в сансет вэлли проживала их тетя агнес толстопятка морти мэр имел хорошее отношение только с было но и с ее братом черта характера морти мэра художник брюзга корейст интересный факт у морти мэра есть книга под названием а где было как эта книга помогла появиться у морти мэра возможно это шутки из будущего но данный момент мы обсудим польшу проходит 25 лет и мы переносимся в 8 2000 года морти мэру беллы где-то по 30 35 лет они женаты богаты и счастливы вместе проживают городке номер один да раньше все было проще их дом находится на участке виртуальный переулок номер 5 большой дом готическом стиле морти мэр работает научной сфере подопытным было же домохозяйка творческая личность теряет на пианино и рисует а также они вместе воспитывают свою дочь кассандру она также прилежная девочка к ее мать в молодости но откуда деньги на такую роскошь дело в том что еще 18 стрима узнаем что морти мэр из богатой семьи и возможно с помощью от родителей сыграла свою роль родители морти мэра кстати проживает в это время старом городе семья год самая узнаваемая семья в этом городе они живут своей счастливой жизнью но был интересовала не только пианино и рисование также интересовали сверхъестественные силы спустя еще 25 лет попадаем в осимс 2 в город новосельск на участок виртуальный проезд 165 это самая богатая семья проживающая в этом городе в этом доме проживает успешный деятель научной сфере морти мэр год его взрослая дочь которая влюблена в дона лотарио и уже даже помолвлена с ним а также она пошла по стопам своего отца в плане карьеры и успешно занимается наукой с ней и отцом проживает еще младший брат александр хороший и прилежный ученик частной школы но в этой семье нет белый год куда же она пропала и что известно ее исчезновение давайте рассмотрим что известно о белле и сделаем выводы перед исчезновением был увидели в доме дона лотарио это человек как нам известно жених дочери беллы кассандры также многие замечают что белла исчезла после того как в город переехали сестры гангадзе другие же полагают что было было похищено пришельцами отправлено в китежград давайте рассмотрим все за и против за ту или иную версию чтобы выйти на след версию с похищением пришельцами подтверждает следующие факты во первых было можно встретить гуляющий по улицам китежграда в симс 2 китежград это инопланетный город существующий в 2025 году а вот в 1975 существует призрак беллы лунар лейкс 83 это город который тоже принадлежит инопланетянам призрак беллы умер от старости из этого складывается версия что скорее всего она прожила оставшуюся свою жизнь китежграде а позже смогла вернуться назад в прошлое за 50 лет до событий в симс 2 и умереть лунар лейкс а так как этот город существует в то же время когда она еще была ребенком возможно было хотела изменить ход времени передавая информацию о своей пропаже в будущем тогда можно объяснить существование такой книги а где белла за 50 лет до ее исчезновения а также книгу убийства новосельске автор который является александр год сын беллы и мортимера также симы которые работают сыщиками знают историю о исчезновении беллы хотя сама история произойдет через пол века а давайте рассмотрим и другие версии ведь беллы видели в доме дона лотарио и кто же это такой дон лотарио как я уже говорил является женихом кассандры год кассандра в него безумно влюблена но взаимно ли это дело в том что у дона есть несколько возлюбленных это сама кассандра год юлиана тесла дина гангадзе и нина гангадзе начать она с того что кассандра вообще не его любимая дама зачем она не женится скорее всего из-за денег его любимица номер один это юлиана тесла который кстати его горничная именно с ней у него самые лучшие отношения у дона отвратительная квартира да и денег у него не водится поэтому ясна причина женитьбы на кассандре но причем тут было ведь последний раз был увидели в его доме там же на балконе стоит телескоп из-за которого и исчезла было в принципе это подтверждает теорию что беллу похитили именно пришельцы но была ли причина убивать беллу мать своей будущей невесты нет если было не знала похождениях дона тогда бэлла могла бы рассказать и предупредить кассандру о его корыстных целях и дону не оставалось бы ровным счетом ничего кроме того как заставить было молчать дон это довольно интересная личность о которой мы еще поговорим но давайте рассмотрим кто такие сестры гангадзе нина и дина гангадзе внимание особое надо уделить именно дине гангадзе ко времени во sims 2 то есть к исчезновению беллы ситуацию дины была следующая она вышла замуж незадолго до этого за майкла холостяки то есть брата беллы он позже скорочечно умер оставь и приличное наследство умер кстати от старости но позже после его смерти она проявляла внимание к мортимеру год то есть муж беллы дина также стояла в любых отношениях с доном доме который в последний раз видели бэллу стоит ли убивать дине бэллу ради того чтобы заполучить мортимера не совсем дело в том что дина может быть связана с версия похищением беллы пришельцами как же так дело в том что дедушка дина и нины гангадзе пришелец вполне вероятно что они имеют связь с инопланетянами и тем самым сделали следующее бэлла должна была прийти в гости к дону так как у него на балконе стоит телескоп как всем известно похищение инопланетянами возможно если ночью смотреть него и тогда за вашим симом прилетит летающая тарелка но обычно симов возвращают через некоторое время но бэллу увезли в инопланетный город китчжград диана и провела остаток своих дней хотя возможно она и нашла способ выбраться оттуда с помощью машины времени или какого-то другого устройства если эта версия верна то ее похищение в подробностях знают дон лотарио и дина гадгадзе а если бэлла еще и узнала о любовных похождениях дона то исчезновение бэллы было выгодно им обоим и исчезновение именно с помощью пришельцев подтверждает воспоминания кассандры и воспоминания мортимера могли ли создать такую ситуацию сестры гангадзе вполне вероятно себастьян но чёрт ты какого хрена снимаешь мой дом мистер голдберг мне нужны материал для моего видео что что с тобой не так устройство на работу и снимай свой дом может это и есть моя работа не все хотят быть водителями фуры и не подходи к моей дочери короче вот такая вот версия про исчезновение бэллы на этом версии не заканчиваются из версия что в самой семье год таится причина исчезновения бэллы 82 в на псп сказано что было никогда не любила своего мужа и вышла замуж по расчету брак ей наскучил после рождения александра тем более на фоне повседневной семейной жизни появился дон лотарио скорее всего она проводила с ним время как друзья это объясняет ее нахождение в доме дона перед ее исчезновением другое же мнение заключается в том что после того как ей наскучилась семейная жизнь она сама уже давно покинула семью это объясняет то что знак зодиака бэллы из в sims 3 совпадает с пэллы из в sims а вот бэлла которая жила в новосельске фальшивка не настоящая бэлла но это лишь догадки потому что они основываются на визуальных факторах игры или характеристиках персонажа но эти моменты могут быть просто невнимательностью разработчиков но что же с бэллой в данный момент то есть к окончанию событий в sims 2 вот некоторые версии состояния настоящий бэллы бэлла мертва она могла погибнуть каких-то обстоятельствах скорее всего это было убийство намек на это событие существование книги убийства в новосельске как я говорил ранее эту тему написал сын бэллы а доставить ее в прошлое могли те кто имеет машину времени сама же была похоронена в lunar legs бэлла жива эта версия может существовать если в мире 8 действительно две бэллы потому что могила lunar legs точно принадлежит бэллы год а вторая бэлла еще живет скорее всего в китишграде но если дело в браке то виновато ли в этом исчезновении только бэлла мортимер как вы знаете добился высоких успехов научной сфере и он вполне мог узнать о том что его жена проявляет интерес к тону посмотрите на этот предмет это разбивший снежный шар потерянный официальный предмет из в sims 2 возможно что мортимер узнал о симпатии бэллы к дону и смог специально создать похищение инопланетянами или в порыве ревности мортимер мог убить бэллу и создать позже клона который впоследствии был и похищен и увезён в китишград версии довольно много но игроки в sims уже никогда не узнают точную правду следующем нашем списке дон лотарио его путешествие во времени факт в том что если бэлла исчезла из мира в sims 2 то позже в sims 3 мы узнаем что дон исчезает из новосельска спустя некоторое время на 50 лет назад его биографии пишутся следующее я помню как вступил в телепорт и смех женщины и потом я оказался здесь из этого ясно точно одно дон лотарио вошел в телепорт который скорее всего может построить изобретатель в sims 3 и телепортировался в город риверсайд на 50 лет назад то есть во время третьей части начиная играть в третью часть его история начинается буквально через несколько дней после телепортации но почему он телепортировался и что за смех женщины сопровождал его давайте вернемся обратно кассандре год играя за эту семью в sims 2 нам предложат поженить этих персонажей но дон убежит со свадьбы бросив ее у алтаря после этого у него будет отвратительное отношение с доном и она будет в ярости по отношению к нему скорее всего позже кассандра узнает все о доне и о любовницах плюс она попросту могла проще говоря съехать с катушек и получив такой удар от любимого человека и новость об исчезновении матери возможно ли то что кассандр специально каким-то образом могла отправить дон назад в прошлое в принципе возможность у кассандры такая есть ее отец научный деятель и она пошла по его стопам вполне вероятно что она или ее отец мортимер могли построить машину времени или уже имели ее но в чем суть такого наказания следующая на очередь гертруда и ее убийство кто такая гертруда некромоникан это персонаж живущий в китежграде она проживает со своей племянницей сиротой в доме который просто кишит призраками уиллоу нирк мопулус ее муж креон никнополус погибли в результате утопления и похоронены в саду гертруды уиллоу кстати гертруде приходится племянницей родители гертруды и ее сестры погибли в результате пожара а ее бывший возлюбленный умер вскоре после того как бросил гертруду у алтаря у гертруды есть сын типус нерфус который забрала социальная служба а позже его заберет приемная семья колби неизвестно кто отец типуса хотя ходят слухи что это сама смерть гертруда не долюбливала генерала база гранта чья бывшая жена погибла в гостях у гертруды я думаю без сомнения этот персонаж является реальным серийным убийцам мире 8 следующая на очереди тайны семьи луи семья которая когда-то проживала в доме павших деревьев сейчас дом полностью пустой и выставлен на продажу раньше тут жила семья во главе аксии ее мужем климом а также их дочерью асидора и пенелопа которые были замужем у асидона и леонардо ее мужа был сын сократ а у пенелопы и льва была дочь эльмира большая семья в большом доме но позже выяснится что все члены этой семьи погибли все взрослые персонажи умерли от голода и были похоронены на территории клуба елисейские поля а дети сократ эльмира погибли дома сократ был убит от упавшего спутника а эльвира при пожаре их тела захоронен на заднем дворе но это не все смерти которые преследовали этот дом новая хозяйка дома лилия терешка погибла из-за испуговывают увиденного им призрака скорее всего это был сократ и лилия вообще семейка довольно странная у них подвале есть два гроба и они носили черную одежду и макияж у них был преимущество в темных тонах скорее всего они входили в какой-то вампирский клан следующая на очереди богатство семей ланграва во первых это самая известная семья во вселенной в симс она выделяется уже тем что вы можете купить исторический портрет адмирала ланграва который был убит аворигенами на островах отпусков хотя это всего лишь теория так как его тело скорее всего лежит в замке ланграва начало свое эта семья берет в шам-ли-сим за 60 лет до событий в сим-3 то есть примерно в 1915 году по нашему летоисчислению хотя по портрету можно понять что скорее всего начало берется где-то в 17 или 18 веке лангравы присвоил себе создание вкусного нектара вместе с анастасии нектара но позже решил убить ее но девушка казалось не так проста и была спасена джейсоном ваганом позже ланграв скорее всего заперся в своем замке и как параноик везде расставил свои ловушки такие черты характера как предательство ради собственной выгоды и желание ни с кем не делиться скорее всего передались ему будущим потомкам персонажа который мы можем встретить во вселенной way sims мальком ланграв и его родители герберт и алия именно их семья основала сансет вэлли и она является самой богатой в городе откуда такие средства их личный бухгалтер говорит что лангравы полностью чисты в данный момент загадочные смерти в твинбурге многие персонажи города твинбурга умерли при загадочных обстоятельствах сюарт чудака погиб при падении метеорита сестры близняшки лэйси и мэйси погибли при пожаре опасных собретений которые создавались хуаном мужем лэйси она кстати похоронена на свалке возле прачечной пикси карта умера в результате удара током ее урну можно найти в доме семьи рэкет что намекает на убийство почему семья рэкет не дружит законами скорее всего является обычной мафиосной семьей возможно рэкет была убита одним из членом семьи скорее всего это был билли рэкет у которого мечта всей жизни стать золотоискателем а пикси имела довольно большое состояние лолита год лолита это молодой персонаж который умер в sims 3 от удара током интересно что у готова всей серии действительно мало электроники но кто такая лолита некоторых считает что это первая жена гунтера года но позже после дополнения сверхъестественное мы узнаем что у гунтера есть дядя смоэль год который впоследствии умер от злоупотребления мармелада а его жена погибла от удара током а лолита скорее всего была их дочь которая переехала в дом гунтеру и также погибла от удара током и после этого семья год старается не пользоваться электрическими приборами семья ремингтон хани и айден жонсон унаследовали поместье ремингтона в риверсайте огромный дом для хорошей семейной жизни но не считает того что этот дом населен умершими родственниками семьи ремингтона все члены семьи погибли неестественными смертями жаспер умер от удара током его жена айлен от голода их сын коди сгорел в пожаре а дочь кристен утонула мать ханы также утонула из всей семьи в живых осталось только хана который живет со своим мужем в доме где обитают обеспокоенные призраки умерших родственников на этом все ребята я раскрыл вам основные тайны и загадки вселенной v sims пишите в комментариях что я упустил и какие тайны еще таятся в мире симов ставьте лайки ребята и показывать это видео своим друзьям чем больше просмотров тем больше шансов себастину отремонтировать свой автомобиль или купить нормальную одежду всем пока